В Кишиневе ровно неделю назад прошел протест сторонников пророссийской партии ШОР. Митингующие требовали, чтобы молдавское правительство полностью компенсировало счета за газ, электричество и отопление за три зимних месяца. Также они требовали отставки президента Майи Санду. О том, что Кремль готовит провокации в Молдове, неоднократно заявляла президент этой страны. Наша съемочная группа сейчас находится в Кишиневе, и о ситуации там расскажет корреспондент Анжелика Брушневская. Анжелика, добрый вечер. Слушаем, пожалуйста, что удалось узнать на теперешний момент. Пожалуйста. Ксения Сергея, добрый вечер. В столице Молдовы мы не увидели ни перекрытых улиц, ничего такого, чтобы... Говоря о том, что здесь проходили протесты. После митинга, который организовала движение для народу и основу которого составляют члены молдавской пророссийской партии ШОР, Кишинев живет своей жизнью. Люди занимаются своими делами. Гуляют с детьми, рыбачат на озере, делают покупки на ярмарке, которая возле здания правительства. И в течение нескольких недель из Молдовы приходили такие тревожные новости. Сначала Визер отменил все полеты через Кишинев. Они это аргументировали тем, что, мол, воздушное пространство над Молдовой небезопасно. Затем президент Молдовы Майя Санду заявлял о том, что есть информация от украинской разведки, что Кремль готовит провокации в Молдове. Жители же Кишинева чувствуют себя спокойно. Послушаем. Сказать честно, нет. Пока что паники, потому что наши соседи нас пока что защищают. Наши власти стараются со всеми сотрудничать так, чтобы не было. Таковой паники нет. Пока не расправятся с Украиной, пока Одессу не возьмут, они ничего не смогут сделать здесь. С другой стороны, за нами еще и Румыния. Местные жители, с которыми мы общались, в большинстве своем, они за европейскую интеграцию Молдовы. Молдова официальный кандидат на вступление в Евросоюз. И европейская интеграция, это такая вот основополагающая в политике нынешнего правительства Молдовы. Пророссийские же политики Молдовы, они против, не согласны с этим. И доказательство тому, это вот как раз эти митинги, которые организовывают в столице. Но, впрочем, Москва не первый раз пытается повлиять на дела в Молдове. Молдова на протяжении 30 лет, этот политический класс, который Молдова имела, держал ее в зависимости от российского газа. И на протяжении 30 лет мы видели, когда России не нравились какие-то шаги Молдовы, они поднимали, повышали цены на газ или запрещали молдавским яблокам везти в Россию или молдавскому вину или что-нибудь еще. Все время нам делали проблемы, когда им не нравились наши шаги. И, конечно, сейчас, когда Молдова, после того, как Молдова объявила, что она хочет поступить в Евросоюз, и уже мы получили этот статус страны-кандидата, начались проблемы. Есть информация, что пророссийская партия ШОР в ближайшее время готовит снова проводить митинги в Кишиневе. Мы будем следить за событиями и держать вас в курсе. Продолжение следует...